Добрый день, в эфире программа «Полезный город». У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня в программе мы говорим о системе «Мажордом», как системе управления домом. По этому вопросу мы пригласили в студию специалиста. В нашей студии Иван Власов, руководитель IT-отдела группы компании «Железно». Иван, добрый день. Добрый день. Так что же такое «Мажордом» и почему он создан? Помните рассказ Брэдбери? Он был в 1950 году «Будет ласковый дождь». В нем говорилось о том, что можно оставить дом без хозяев. И вообще жизнь в доме идет своим чередом. Автоматические системы продолжают работать. Говорящие часы напоминают, что пора вставать. 50 лет назад, точнее уже 70 лет назад почти это было. И вот будущее приходит. С помощью данной системы мы уже можем в некоторых наших объектах управлять, регулировать отопление, открывать двери, принимать онлайн-вызов с домофона. И это только начало. Для кого создано приложение «Мажордом»? Это какая-то электронная система, я так понимаю? Да, это приложение на телефон. Есть версии для Android и iOS. Оно в первую очередь для жильцов. Мы стараемся делать наш сервис более удобный, чтобы жителям было более комфортно проживать в наших домах. В первую очередь это жители, те, которые следят за своими инновациями, пытаются быть в тренде в том числе и экономить каким-то образом свое время и ресурсы. То есть можно разыграть некоторые ситуации, в которых уже человек может выиграть время. К примеру, от вас ушел гость, вы приятно устроились на диване, закрыли глаза, и вдруг звонок в домофон. Вы должны встать, открыть ему дверь, выдать пакет или ту вещь, которую он забыл, и снова уйти обратно. С помощью нашей системы вызов придет вам прямо на сотовый телефон. Вы можете посмотреть, удостовериться, что это именно тот человек, открыть дверь, он самостоятельно зайдет, если вы ему доверяете. Соответственно, так же беспроблемно выйдет. В каких проектах застройщика «Железно» доступны приложения? На самом деле приложение доступно во всех проектах, но есть различия по комплектации. Есть особенности, которые доступны только в некоторых домах. Это управление светом, управление розетками, управление вентилятором, управление домофоном, открытие шлагбаумов, видеонаблюдение. Но абсолютно всем жителям построенных домов группы компаний «Железно» приложение доступно. С помощью него можно создавать заявки в нашу управляющую компанию и практически во всех районах просматривать видеонаблюдение, а также общаться в чатах со своими соседями. Это платное приложение? Нет. Приложение для наших жителей абсолютно бесплатное. То есть сразу закладывается при строительстве дома вся система в подъезд в квартиру и в дом? В данный момент это так и есть. То есть есть некоторые технические требования, которые надо выполнить, чтобы определенный функционал работал, и он закладывается на старте в дом. Давайте просмотрим все-таки более подробно, какие задачи приложения помогают решать пользователю. Вы уже привели пример с ситуацией такой достаточно бытовой, когда мы расслаблено сидим на диване и можем управлять, просто глядя в свой смартфон, собственно говоря, квартирой. Какие еще возможности поподробнее заложены в это приложение? Да, давайте пройдемся по всему списку. Итак, во-первых, в дальнейшем планируется сделать оплату через данное приложение. То есть будет полный спектр услуг, которые вы онлайн можете оплатить, коммунальных услуг. Для этого не надо будет идти в банк или заходить в другое приложение. Во-вторых, использовать обычный телефон как домофон. То есть видеосигнал с домофона подъезда, либо где-то на территории приходит прямо к вам на телефон. Вы можете поговорить с человеком, открыть дверь ему или нет. Во-вторых, в некоторых проектах реализовано открытие шлагбаумов с помощью определения номера автомобиля. На парковку, которая является внутренней для дома. Да, ситуация, к вам едет друг, есть внутренняя парковка, вам некогда, совещание, вы просто вбиваете его номер в систему, и ему на указанное количество времени доступен въезд. То есть правильно я понимаю, что ты можешь находиться в любой точке этого города, чтобы управлять своей системой? Все верно. Вам, что единственное потребуется, это заряженный телефон и доступный интернет. То есть звонит дочка, например, она забыла ключи, или она забыла, не может попасть в квартиру, ей достаточно позвонить папе на телефон, и он ей откроет дом. Все верно. Пожурив слегка, что она забывчивая такая. Все верно. При этом вы можете самостоятельно назначать всех членов своей семьи и выдавать им доступ к данной квартире. Также управлять несколькими квартирами, если они куплены в наших жилищных комплексах. Дальше. Какие еще есть функции? Видеонаблюдение. Система безопасности все-таки. Конечно. Мы достаточно большим количеством оборудуем на старте все наши жилые комплексы, их можно просматривать онлайн, прямо с приложения. В некоторых случаях, если вам удобно, вы можете свой телефон посредством коммуникации подключить к телевизору или к другому устройству и на более широкой картинке наблюдать за вашими детьми, которые играют на площадке. Насколько я понимаю, система наблюдения в домах группы компаний «Железно» располагается абсолютно везде. В подъездах, на площадках, на крыльце, на площадках придомовой территории, при въезде на эту территорию и даже вовне. Все верно. В большинстве случаев такие есть. И вот ты имеешь полную панораму, собственно говоря, места, где ты живешь. Да, включая такие вещи, как колясочные, к примеру, в том числе. Вот здесь по безопасности это очень важно. Кроме того, что человек сам наблюдает, понятно, что ведется запись. Эти записи хранятся какое-то время? Эти записи хранятся минимум 14 дней. Их можно получить у управляющей компании. Сама управляющая компания пользуется этими записями, просматривает, что происходит на территории домов, которые она обслуживает? Да, конечно, в управляющей компании есть доступ ко всем камерам видеонаблюдения. В случае, если сломали качель или требуется узнать, кто поцарапал автомобиль, они обращаются к этим видеозаписям, у них есть самостоятельный доступ и могут пользоваться ими для поиска нарушителей. Осталось только ввести систему распознавания лиц, как это сделано в Китае, и уже внедряются в Российской Федерации, чтобы мгновенно можно было определить, кто этот человек чужой, который зашел на территорию. Да, конечно, с согласия наших жильцов, возможно, в дальнейшем мы рассмотрим и такую возможность. Раз уж мы заговорили о связи с управляющей компанией, давайте поподробнее расскажем о том, как система Мазардом помогает коммуницировать жильцам этого дома между собой и с управляющей компанией. Где здесь польза? Мы, во-первых, все люди в 21 веке пользуются чатами. Если вы сейчас зайдете в кафе, увидите молодую пару в возрасте, мне кажется, от 20 до 23 лет и понаблюдаете за ними, они гораздо меньше разговаривают, чем мы с вами. В основном они могут даже сидеть вдвоем и переписываться в чате. Мы не можем забрать это из будущего, поэтому в наше приложение мы внедрили чаты. По умолчанию каждый жилец может пообщаться в своем подъезде, то есть этот чат доступен только для своего подъезда, пообщаться в своем доме, пообщаться в своем районе, возможно, спросить, что-то продать, что-то купить, пригласить кого-то на прогулку, а также написать заявление в управляющую компанию на какую-то платную или услугу, которая способствует устранению каких-то неполадок в вашей квартире. Не надо никуда звонить. Не надо никуда звонить, не надо стоять в очередях. Более того, решение о закрытии заявки принимает сам жилец. То есть управляющая компания говорит жильцу о том, что заявка выполнена, жильцу на телефон приходит уведомление с просьбой оценить эту заявку, либо в случае невыполнения вернуть эту заявку обратно до, соответственно, ее полного устранения. Историю вот этих всех заявок тоже может владелец квартиры сохранить? Конечно. Она у него остается в приложении. Он может зайти, посмотреть переписку с управляющей компанией по любой заявке. А если человек... Вот интересно просто. Все соглашаются с тем, что в доме есть система мажордом. Не опасаются ли этих новых технологий? Не отказываются ли? Мы никого, конечно же, не можем принудительно заставить пользоваться этой системой. Поэтому на самом деле трудного стоило внедрить те же аналоговые трубки домофонии уже к новой цифровой системе. Но для собственников, у которых есть такая необходимость, живут люди более старшего поколения, это можно сделать. Также мы оставили заявку. Как домашние телефоны оставили? Конечно. Мы оставили возможность подавать заявки через телефоны обычные. То есть если у вас в данный момент нет мобильного приложения, вы подавали заявки в управляющую компанию, в тот момент, когда вы это мобильное приложение себе поставите, вы даже увидите список историй этих заявок, которые уже были созданы. Вот мы как раз подошли к такому вопросу, что ведь строительство своих домов группа компании «Железная» достаточно давно начала, а приложение это свежее. Во всех новых домах, понятно, закладывается сразу, а в домах, которые были построены до того, как возникла система «Мажордом», вы тоже внедряете эту систему? Видеонаблюдение доступно на всех районах, без исключения. Там, где видеонаблюдение, в принципе, существует. Что касается управления умным домом, непосредственно выключения света, открытия шторок, занавесок и так далее, эта возможность, она есть, но в данный момент не анонсирована, потому что она требует достаточно больших затрат от жильца на старте внедрения этой услуги. И так как квартира была уже передана в его пользование, соответственно, мы не можем это делать за собственный счет. В данный момент мы подбираем комплекс оборудования, который, возможно, в дальнейшем будет доступен непосредственно всем жильцам, которые уже проживают в наших квартирах, вне зависимости от места проживания. Если мы будем говорить о том, помогает ли экономить система «Мажордом» деньги, или это все-таки еще какие-то дополнительные траты, как здесь правильнее сказать будет? То есть ты платишь за то, что у тебя все приводится в порядок, за то, что дом управляемый, за то, что у тебя есть история, или наоборот, за счет того, что ты оперативен, ты можешь экономить как-то? Для жильца это дополнительная сервис, понятно, но это и дополнительные затраты, или экономия тоже какая-то предусмотрена? Разберем на две части. Затраты. Затрат нет никаких у жильца. Он не оплачивает данную услугу, она является бесплатной. По поводу его возможных действий. Он может экономить свое время, даже находясь в квартире. Он может в некоторых домах выставлять графики температуры. К примеру, всем известно, что комфортная температура для сна – это 18 градусов. Кто-то считает, что это холодно, кто-то считает, что это жарко. На основании этого можно регулировать отопление по своей квартире, выставлять комфортную температуру в разрезе графика, и один раз вбив этот график в мобильное приложение, у вас будет выставляться данная температура. Конечно, это не климат-контроль, это управление отоплением в данный момент. Но мы развиваемся, и, возможно, скоро появится версия управления кондиционерами. Это разработка, система приложения Мажордом. Это уникальная разработка группы компаний «Железно» или это какая-то купленная? Нет, это полностью разработка группы компаний «Железно». Более того, мы в Кирове первые, кто эту систему внедрил. Тем более в многоквартирные дома. Могу привести лишь примеры других регионов, где подобные системы, купленные, были внедрены. Но стоимость квадратного метра такой квартиры, даже с минимальными функциями... Она, наверное, сразу выросла. В городах, да, я меньше 200 тысяч рублей за квадратный метр не видел. При этом средняя стоимость квадратного метра в домах группы компаний «Железно» сейчас составляет сколько? Я не могу сказать точную информацию. Ну, явно не 200 тысяч за квадратный метр таких цент в Кирове, конечно же, нет. И тогда вот вопрос такой. Если это ваша разработка, у вас есть какое-то, собственно, не знаю, что это такое должно быть, конструкторское бюро, нанятый штат разработчиков, айтишников. Ну, наверное, странно задавать было вопрос, конечно, руководителю IT-отдела. Но я бы сейчас сообразила. Да, у вас есть свой собственный IT-отдел, который направлен именно на такие разработки. Конечно. В первую очередь это люди, которые желают разрабатывать это программное обеспечение, желают сделать его лучше, реагируют на все заявки пользователей по поводу улучшения. Мы постоянно собираем обратную связь внутри приложения. В каких-то моментах она является хорошей, в каких-то плохим. Мы пытаемся его улучшить именно на основе того, что говорят нам люди, что они хотят увидеть в приложении и как им хотелось бы им пользоваться. Наверняка ваши коллеги заинтересовались тоже вашими нововведениями и пытаются перенимать этот опыт. Вы сказали, что в Кирове, в Кировской области вы первые завели такую систему. У нас есть и другие строительные компании, которые на этом теперь специализируются. Появляются такие системы в Кирове? Я просто не знаю об этом. Системы появляются, но нет системы, которые разрабатывал сам застройщик. В этом и есть большая разница. Есть система, которая разрабатывает сторонние организации. Они состоят из нескольких комплексов. Во-первых, они дороже для дома изначально. Во-вторых, нас отличает то, что мы знаем этот рынок, мы знаем технические особенности, мы более точно можем выстроить эту систему для наших жильцов, чем посторонние люди. Но вы эту систему не скрываете. Вы эту систему уже представили на профессиональном конкурсе и даже получили премию. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Да, мы представляли данную систему на премию Tagline в 2018 году. Она проходила в конце года. Что это за премия такая? Заняли серебро в данной премии. Премия мобильных приложений, сайтов считается очень титулованной премией российской. В ней участвуют только российские разработчики. То есть продукт может быть разработан для другой страны, но именно российскими разработчиками. Вызвала ли ваша система интерес? Собираетесь ли вы ее продавать, например? Интерес она вызывает и по сей день, и на старте. Есть и предложения, которые говорят о том, что другие застройщики в других регионах хотели бы попробовать эту систему на своих домах, но решение о продаже приложения другим лицам пока не принято. Мы говорим о системе управления умным домом Мажордом и разговариваем с руководителем IT-отдела группы компании «Железно» Иваном Власовым. Я понимаю так, что теперь у компании «Железно» буквально каждый дом и каждая квартира в обязательном порядке будет сопровождаться этим приложением и этой системой Мажордом. То есть человек, который думает о том, чтобы купить квартиру в вашей компании, должен осознавать, что приложение будет точно. Да, это факт. Также минимум услуг по этому приложению тоже будет. К примеру, такой минимум, как система диспетчеризации счетчиков, он тоже присутствует уже в каждом жилищном комплексе. Поясните, что это такое. Каждый счетчик передает показания на наши сервера в разрезе часа. И вы можете наблюдать за показаниями тепла, вода, электричества по вашей квартире. Управляющая компания может собирать эти показания воедино, смотреть, какие счетчики в данный момент не работают, и тем самым уменьшать общедомовые расходы. А мы знаем, что они делятся на всех жителей. Находя тем самым недобросовестных жителей, которые не меняют сломанные приборы учета. Как часто обновлять вы планируете систему Мажордом? Это постоянное действие, пока конечной точки в развитии не названо. То есть последняя функция, которая появилась и будет доступна в ближайшее время, это управление с помощью Алисы, голосового управления. Можно будет просто попросить Алису или Яндекс.Станцию включить свет, подать заявку в управляющую компанию, просто уточнить какие-то либо действия, которые надо сделать, когда вас топят соседи внизу, сверху. Когда ты сам топишь соседей, когда они снизу. Когда вы сами топите соседей, когда они шумят, да, и различные действия. Выключить свет, розетки, прибавить температуру в помещении. Это уже будет доступно в ближайшее время. Я сейчас сообразила такую историю. Я думаю, что очень многие, особенно женщины с этим связаны, уезжаешь из дома и не помнишь, ты выключил там чайник или стиральную машину, или что-то еще. Система Мажордом уже сейчас может позволить это сделать, или это в будущее закладывается, или закладывается, или вообще для таких заводов? В некоторых проектах система управления светом и система управления розетками будет доступна в наших проектах. Соответственно, выйдя из дома, уехав на любое расстояние, даже в любую точку мира, можете выйти в приложение и выключить свет. Ну, или отъехав от дома, выключить розетки, если вдруг забыли выключить какие-то электроприборы. Вот так будущее пришло в нашу современность. И надо сказать, что мы сегодня рассказывали о приложении Мажордом, системе управления домом от группы компании «Железно». Я благодарю руководителя IT-отдела группы компании «Железно» Ивана Власова. Спасибо вам за то, что рассказали нам про этот интересный продукт. Это была программа «Полезный город». Вела ее Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня. Полезный город